Кукуха, конченого на Каваке, улетает с бешеной скоростью. Манги Кё Шаринган с рады возбудился. Саски выкупает за неровный движ. Эйда готова помогать. А Мамашики признает силу воли Баруты. Что это? Это воля огня, нахуй. 80-я глава манги Барута завозит нереальный контент, от которого мое сознание перевернулось к херам. И теперь я смотрю на этот тайтл совершенно иначе. В эту главу засунули столько событий, что я не успевал охуевать от крутости манги Баруту. Да, вы правильно меня поняли, именно всей манги. Одна лишь эта глава заставила меня взглянуть на фулл тайтл Барута другими глазами. Сколько крутых глав вышло до этой, и сколько раз я хвалил интересность сюжета. Но ни одна из глав так не переворачивала мое восприятие к этому тайтлу целиком и полностью. В конце я объясню, что сашизу я сейчас гоню. Все карты на стол. Как по мне, это и был девиз при создании данной главы. То, что Каваки зарабатывает статус уже тройного конченого долбоеба, насильно принуждая Эйду сказать о том, что Барута убил Наруто, это вы и без меня, наверное, поняли. Смысл в его действиях все же прослеживается, раз уж начал движуху тот опит от Алова. Но имей совесть, Иблойд. Девчонка хоть и засомневалась, но руинить явно не собиралась. Алло, статус долбоеба продолжает, стакат содержу в курсе. Мангекё Шаринган Сарадо решили показать уже сейчас, что на самом деле интересно, но выбрали не совсем весомый аргумент для его пробуждения. Конечно, при желании можно все объяснить, типа суперсильный стресс, эмоции накрутила себе всякая хуйня, ведь в Умэн все же, он на фоне пробуждения остальных мангёк, выглядит неуважительно. Все же суперсильно не возмущаясь, потому что сам факт его проявления повышает градус напряжения, и мне это нравится. Кадры из будущего, которые видел Барута, сбылись. Тот самый момент, когда Иноджин, Бигмама и Пиздюк Шикамару на кого-то напали. Этот кто-то оказался Барута. Окей, ситуация нам понятна, но также нам понятно, что гений на Саске не зря таковым зовется. Как я и прикидывал в прошлом видосе Саске, Рил сам додумался, что все-таки движуха какая-то неровная, и пазлы не совсем сходятся. Конечно, не обошлось и без Сарады, но все же Саске и сам стал сомневаться во всем происходящем. Благодаря тому, что он чувствует внутри Барута Мамашики, его личная повязка и прочие детали, которые не дают покоя. Покоя Мамашики, кстати, не дает сила воли Баруты, которую он никак не может сломать, как бы не усирался. За что, как мне показалось, Мамашики отдает плюс реп своему джинчурики. Да и я сам испытал нереальный кайф от того, как Барута на этот раз уверенно вывозит в эмоциональном баттле. В прошлые разы мне казались его попытки жалкими, но сейчас он будто главный герой аниме и смело накидывает за щеку злодею. Короче, мой плюс реп тоже отлетает в копилку у младшему Узумаки. А вот Эйда молодец, что поступила, как поступила. При этом самостоятельно вызвалась не помогать коноховцам искать их. Я считаю, ее можно простить за сотворенное, ведь видно, что она не желала такого исхода. Я прощаю тебя. Она, не контролируя себя, скастовала этот скилл. И сейчас, как мне кажется, если Каваки узнает про этот мув с извинениями и помощью Барути, он решит ее слить. Сделать, скорее всего, он этого не сможет из-за Дэймона, но все же. А факт того, что эта магия каким-то боком подействовала на коды, меня немного удивила. Раньше он собирался уничтожить Каваки, а теперь они поменялись местами и ровно за такие же косяки, что он раньше предъявлял Каваки, он собирается накидать Барути. До этой главы я думал иначе, но благодаря этому вся картина становится понятной и гораздо интереснее, чем я себе представлял. Благодаря тому, что на Баруто нацелился теперь и кода, и крепчайшая сила воли Баруто, являющегося сыном Наруто, Хинато и внуком Минато, не дает сдаться и захватить тело, Мамашике ничего не останется, как начать помогать Барути, и, возможно, впоследствии мы увидим связку, как Наруто плюс Курама, только Баруто плюс Мамашики. You know? У меня родилась теория на основе того самого старого арта шестилетней давности, от массажа Кишимото. Конечно, естественно, я не верю в это на 100%, но тут все сбылось, кроме Чакры Лиса. Но откуда ей взяться? Помните, как Мамашики довольно долго скачивал из Наруто Чакру? Так вот, возможно, это как-то и сыграет свою роль в будущем, когда Баруто не хватит сил, Мамашики либо высвободит эту скачанную силу, либо каким-то макаром возродит Кураму, в чем я очень сомневаюсь. Короче, вот вам небольшая такая теория для размышления, напишите в комментариях, что вы насчет этого думаете. А теперь, почему мое восприятие к этому тайтлу как-то поменялось. Все просто. Мне стало понятно, что происходит и к чему все идет. До этого были лишь догадки, а сейчас... Не знаю, как вы, но лично я прочувствовал весь смысл кормления нас помойным характером Баруто все это время. Недогеройство. Главный герой не выглядел главным лично для меня до этих событий. Сколько тайтлов я видел, где ГГ был слабым, но его характер заставлял меня видеть и верить, что примерно будет дальше. Верить в то, что что-то будет. А тут такого не было. Я не видел света в конце туннеля. Концовка этой главы покрыла меня мурашками и на финальных диалогах у меня в голове самопроизвольно заиграла героическая мелодия из Наруто. И я понял, ради чего нас подкармливали дерьмом все это время. Ради этого момента, чтобы в итоге те, кто зашарят, не просто зашарили, а охуели по полной. Я не относился серьезно к Баруто, но сейчас он будто переродился. И теперь я вижу в нем труши Ноби с той самой волей огня, которая присуща настоящим героям. Насчет того, является ли это глава, а главой перед таймскипом утверждать не буду. Ибо никаких отличительных пометок на последних страницах я не увидел. В манге Наруто, если шо, такие были. Ну и полностью откидывать эту вероятность также нельзя. Ведь, как выяснилось, авторы все еще умеют удивлять. Ну а мы ожидаем невероятного камбэка в августе. Уверен, что это будет мясо. И в очередной раз манга Баруто порвет все актуальные рейтинги своим лишь возвращением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова